сегодня я расскажу как я делаю на быструю руку седло если у вас совсем совсем нет седла это конечно не про меня у меня их вот 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 еще одно еще на улице но вот как раз для того конечка который там прогуливается я делаю сегодня такое седло из коврика который я сложила в 2 вырезала вот такого размера хотите размеры сейчас возьму сантиметр вот так вот если смотреть эту как длину по спине по хребту то это 7 сантиметров плюс-минус все они эти коврики вальтрапы то бишь под лошадок вот стандартный плюс-минус 775 сантиметров вот я взяла я даже не буду придавать ему форму седла как вот в этом и в этом случае просто сегодня у меня очень много учеников а седла хорошие стоят дорого ломаются они очень легко а чинить опять-таки дорого поэтому я предпочитаю для обучения безленчиковые седла они к тому же легкие не приносят никакого дискомфорта лошадкам очень даже вот так красиво выглядит если брать за основу вот такие коврики у меня их подобралось много и для экономии нашего времени и так как животных у меня например много то мне удобней делать я теперь делаю такие седла с двумя ремнями для затягивания подпруги слева и справа одну я затягиваю один раз например под конкретную лошадь а другую уже когда непосредственно одеваюсь седло да и еще один значит смысл такой вот двойной штукенции этой вот эти колечки за которые я по одному уже тоже этих колечек не наберешься где их покупать не знаю магазин закрылся хозяйственный где все добрала так за них впоследствии можно прицепить стремена например а тоже кстати можно использовать такие же ремни как они называются по-русски не знаю так значит можно использовать для того чтобы зацеплять стремена и уже пользоваться со стременами этим таким незатейливым седлышком вы можете придать форму седла этом седлу сделать это можно на глаз вот просто поглядывая например даже на картинку в интернете на вот такой на тип английского седла что в моем случае вот никакого интереса нет например даже вот western седло она как она как раз таки такое квадратненькое видите как миленько выглядит все ориентируясь значит на все тоже любимое седло western типа вот этот ремень сто тридцать сантиметров я сделала с обеих сторон по сто тридцать сантиметров потому что это удобно и в случае если вдруг я задумываю использовать на лошадь большего размера но даже с той же самый патруль например стандартную большую я уменьшала узелками вот делала малюсенькую на заказ здесь у меня видите меня мелкие лошади а вы по своей породе ориентируйтесь здесь узлом сейчас покажу вот здесь я ее перешивала ладно уже не хочется вот это все вскрывать открывать очень трудно подобрать подпругу на самом деле потому что если много лошадей и используешь одно и то же седло для большого количества поэтому я сделаю маленькую стандартную и буду ее использовать как хочу вот я уже это делала и вот вам покажу здесь даже я завязала обычными веревочками кстати это седло тоже можно использовать видите я как так зацепила вообще изначально не делала для подпруг настоящих ну так она мне осталось учебным я же говорю все дел много и здесь тоже веревочками вот она у меня маленькая стандартная подпруга сейчас я даже не шью вот так красиво а просто узелками сейчас вам покажу на своем первом седле я делала немного иначе и подпруга у меня вшитая в седло вот что принесло некий дискомфорт раньше я использовала его для верховой езды а теперь видите навязала три узла сейчас она у меня тоже учебные учебных цели вот как с этим конечком и не страшно и не сломается но самое страшное что может случиться с этим седлом только седлом исключительно она не с лошади что жеребенок ляжет и испачкает его все теперь самое интересное значит в изготовлении нашего коврикового седла это вот это самая главная штука это вот это мы ее должны прикрепить так вот это вот то что будет ложиться на нашу лошадку уже окончательно определяем складываем наш коврик значит вдвое вот он будет мягенький для лошади и для вашей попы если вы будете попу свою на него ложить так вот где-то здесь по моим ощущениям не серединка не совсем впереди вот где-то здесь мы должны прикрепить исключительно только вот эту штуку причем заморачиваться с пришиванием я особо тоже не буду вот у меня дырочки есть опять-таки на узелки так я взяла вестерновскую взрослую подпругу у нас шигарно просто подошла для конкретного животного использованием побольше подпруги молочи на куму если я одеваю седло все особенно если первый раз то непременно пойдет ветер у нас трудности настолько загорят все еще жесткое пока что совсем не просто идет так отлично жалко что вы не видели как он легко затягивает узелки все и собственно здесь там я подрогнала вот в идеальном подошли вместе все малыш походишь сейчас так же так чем больше вот здесь вот эти колечки тем лучше лучше но что было что было все как новенькая затянулась очень хорошо больше нам ничего не надо вот правильно застегивать по-другому но я не буду чтобы легче было развязывать все таки ездить мы не будем вот такой он правильный наш узелочек все отпускаем нашу лошадку тусоваться под дождиком идем мой хороший идем погуляй со своим седлом крутым погуляй кстати при желании можно нагрудник вот он у меня есть от пестерновского седла кстати для маленькой лошадки у меня ну а ему подойдет и его можно как раз опять таки за эти же колечки зацепить а если докупить стремена то ну прям на глаз вообще в этот раз шикарно сюда зацепляешь и готово или спереди Савчик дай я тебя сфотографирую ну вот на продаже колечек не удержалась и завязала и с этой стороны правильно наше седлышко замечательно красивая на грудничек смотрите ремешок от вестерновского седла очень очень подошел стандартный маленький единственное там только дырочки не хватило вот здесь видите вот надо сделать дырочку у меня есть такое приспособление ну крутяк осталось только стремена прекратить вот здесь кстати от вестернов седла я на нем меняла стремена потому что эти мне не очень нравятся они для маленького для маленькой ноги если прикупить вот такую классику классные очень вот эти на астралийском тоже мне не нравится можно с него кстати снять на то седло сюда купить нормальные они смотрятся красиво но не удобные так а самые лучшие это вот эти в случае если что-то идет не так особенно для начинающих вот это бум и снимается особенно если падаешь а и вот вот эти стремена шикарные очень удобные я себе на австралийское такие же наверное прикуплю а эти галима ерунда то есть такие же были на том семье на вестерне вестерне